Это Mercedes-Benz Sprinter 2019 года. Однако, хотя вы можете приехать в ваш местный дилерский центр Mercedes-Benz и купить новенький Sprinter, по цене начиная всего от 35 тысяч долларов, вот этот более дорогой. В шесть раз более дорогой на самом деле. Это новенький Sprinter ценой чуть менее 200 тысяч долларов. И сегодня я покажу вам почему. Я одолжил этот Sprinter у CNC Motors. Это дилер экзотических машин здесь, в Южной Калифорнии, у которого есть все. И я имею в виду все. От экзотических машин до люксовых машин, до маслкаров. И хотя я обычно обозреваю экзотические спортивные машины от CNC, у них также есть интересные вещи, как это. Они также располагают одним из самых безумнейших шоурумов среди любых автодилеров во всем мире. Вы можете их заценить, кликнув по ссылке в описании снизу. Итак, давайте пройдемся по кратким сведениям об этом Sprinter. Он начал свою жизнь как обычный пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 2019 года. Это мерседесовский полноразмерный микроавтобус. Но затем все изменилось. Он был глубоко модифицирован в индивидуализированный микроавтобус для руководителя, со всевозможными интересными функциями и добавленными удобствами и технологиями для руководителей, или вечеринок, или для любого другого, кто хочет, чтобы его возил шофер в микроавтобусе, и кто ценит красивую жизнь. Под капотом это просто обычный пассажирский микроавтобус Sprinter. Новенький Sprinter 2500 с колесной базой 4325 миллиметров и трехлитровым турбодизелем V6, мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом где-то 450 ньютон-метров. Но важно то, что внутри, поэтому сегодня я проведу для вас обзор этого Sprinter и покажу вам все фишки и особенности индивидуализированного микроавтобуса за 200 тысяч долларов. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. И чтобы узнать актуальные для России цены на Mercedes-Benz Sprinter, то обязательно кликайте по ссылке из описания под этим видео, чтобы перейти на Автору, где в продаже есть большое количество таких. Ладно, я, естественно, начну рассказ про фишки и особенности Sprinter'а сзади. Я хочу поговорить о главном назначении этого микроавтобуса, которым, похоже, является излишество. Позвольте мне объяснить. В вашей машине, возможно, есть задний ряд, а в этой есть восемь отдельных мест тут сзади. В вашей машине сзади, возможно, есть какие-нибудь органы управления для стереосистемы. В этом автомобиле есть четыре различных пульта управления для всех систем сзади. В нем также есть четыре различных экрана тут сзади, что вы обычно не ожидаете обнаружить в обычной машине. И еще тут есть держатели стаканов. Многие микроавтобусы хвалятся тем, что у них есть по одному держателю стакана для каждого места или даже два. Здесь есть 25 различных держателей стаканов сзади этого спринтера. Я пересчитал. И некоторые из этих держателей стаканов заняты, потому что этот спринтер идет с 13 отдельными предметами посуды для напитков. У вас есть четыре бокала для вина, у вас есть четыре стакана, и еще у вас есть пять отдельных бокалов для шампанского, что в итоге дает 13. Все находятся внутри вашей дорогой конверсии спринтера для руководителя. Но в плане излишеств самая сумасшедшая вещь бесспорная – это система кондиционирования воздуха. Здесь, в Южной Калифорнии, эти микроавтобусы часто используются, чтобы возить, например, знаменитости или тусовки в Лас-Вегас. И, естественно, становится очень жарко во время этой поездки, и когда вы в Вегасе. Поэтому в этом микроавтобусе установлена 19-киловаттная система кондиционирования воздуха. Я не знал, сколько это, поэтому я погуглил, знаете, в дом какого размера вы должны устанавливать 19-киловаттник. И ответ – дом площадью 280 квадратных метров. Или он у вас будет просто в вашем спринтере. И когда вы включаете эту штуку на полную, вам становится холодно за три минуты. Дилер сказал мне, что когда вы едете через пустыню или в Лас-Вегас, в этом микроавтобусе снаружи 51 градус, этот кондиционер предназначен для того, чтобы удерживать здесь внутри температуру 18 градусов вообще без всяких проблем. И основываясь на моем опыте его запуска сегодня, это похоже на правду. Но в любом случае, давайте начнем изучать некоторые из этих вещей немного более подробно. Я упомянул, что в этом салоне есть четыре различных экрана. Ну, один из них вот здесь. Это основной экран, который управляет многими системами внутри этого микроавтобуса. Но среди всех вещей, которыми он управляет, возможно, моей любимой является перегородка. Ладно, вот скажем, вас везет шофер в этом микроавтобусе, и вы с друзьями решаете, возможно, сделать что-нибудь не очень законное тут сзади. Ну, естественно, вы не хотите, чтобы водитель знал, что вы делаете, поэтому вы заходите в этот экран к этой маленькой иконке, которая подписана «Поднять перегородку». Нажимаете ее, и затем поднимается перегородка между водительским и пассажирским отсеками. И водитель вас не слышит, не видит и, по сути, понятия не имеет, чем вы решили заниматься сзади этого микроавтобуса. Конечно же, если вы решили заняться какими-то делами, для которых не нужно столько приватности, вы всегда можете опустить перегородку, например, чтобы давать указания водителю, а затем можете снова поднять ее обратно, если пожелаете. Другая управляемая вещь, которую вы увидите на этом экране, кое-что под названием «Звездное небо». Вы думаете, что это? Ну, если вы посмотрите наверх, то заметите, что обивка потолка как будто в звездах. Это как будто темное небо со звездами на нем. Это функция, которая предлагалась в автомобилях Роллс-Ройс уже довольно давно, но она также есть в этом микроавтобусе. Вы можете использовать этот экран, чтобы включить «Звездное небо». Но с этого момента все будет гораздо, гораздо лучше, чем в Роллс-Ройсе. И это потому, что «Звездное небо» идет вместе со своим собственным отдельным пультом управления, на котором есть 28 отдельных кнопок. Я это не придумываю. Вы смотрите на пульт, и, как видите, на нем есть всевозможные варианты. Вы можете прибавлять и убавлять количество цвета. Вы можете их включать и отключать, регулировать яркость. Вы даже можете включить мотор. И если вы сделаете это, то «Звездное небо» как бы начинает менять по кругу различные цвета подсветки на свое усмотрение. Так что это не обычная амбиентная подсветка в виде «Звездного неба», а скорее такой небольшой световой дисплей в «Звездной отделке потолка» благодаря вашему 28-кнопочному пульту управления «Звездным небом». И говоря о подсветке на потолке, стоит заметить, что конкретно в этом микроавтобусе 10 встроенных светильников в потолке. Это больше, чем в моей гостиной. Но вот что вы получите, когда потратите 200 штук на микроавтобус. Ну, естественно, в течение этого видео вы видели различную амбиентную подсветку вокруг меня. Это еще один элемент подсветки, который вы можете менять и настраивать. У нее есть свое собственное, маленькое меню настроек внутри этого экрана, и вы можете выбирать из 10 различных цветов, какого цвета вы хотите, чтобы был свет. Или вы можете включить световое шоу, и оно будет менять цвета по кругу. Здесь даже есть 4 различных уровня светового шоу, которые будут менять цвета быстро или медленно в зависимости от того, что вы хотите. Одна из моих любимых фишек в этом, что один из десяти цветов, из которых вы можете выбрать, это черный, который не является типичным цветом подсветки, который вы ожидаете, но когда вы платите 200 тысяч долларов за микроавтобус, то, полагаю, они могут сделать черную подсветку. Вы также можете увидеть кнопку тут снизу, у которой подписано «Музыкальное шоу», и я думаю, она может координировать вашу музыку и вашу подсветку, и затем она будет мигать под ритм. Я не совсем уверен, но мне так кажется. Вы можете нажать эту кнопку, если подключите музыку ко внутренностям вашего микроавтобуса. Далее, другая интересная вещь с этим экраном. Вы можете заметить, что на нем есть кнопка, подписанная Apple TV. И действительно, в этом микроавтобусе есть два гигантских телеэкрана. Один спереди, один сзади. И вы можете смотреть телевизор. Но вместо того, чтобы смотреть обычное старое скучное телевидение, вы можете даже включить видео с YouTube, если захотите. Извините, извините. Подождите минуточку, я на самом деле имел в виду хорошее видео с YouTube. Вот, пожалуйста. В любом случае, я упомянул, что здесь сзади есть четыре отдельных пульта управления. Я уже показал вам, что один из них для звездного неба, еще два для телевизора. Один включает телевизор, и другой управляет Apple TV. Четвертый пульт, я не знаю. Я думаю, для аудиосистемы, но не совсем уверен. Выглядит просто как типовой пульт. Возможно, они просто закидывают пульты в эту тачку. Но, стоит заметить, здесь технически даже больше пультов, потому что в этом микроавтобусе также есть PlayStation 4. Как видите, она встроена в заднюю стену, а также служит Blu-ray проигрывателем. Но, если вы захотите поиграть в PlayStation в вашем микроавтобусе, пока вас везут по улице, вы можете. И здесь есть контроллеры PlayStation 4 под сидениями, которые позволяют вам это сделать. Когда они в своем естественном месте под сидениями, они заряжаются, или же вы можете их вытащить и непосредственно ими играть, пока вас везут. И сейчас будет еще нелепее. Если вам любопытно, почему они сделали всего три ряда сидений вместо четырех, которые они, очевидно, могли уместить, это потому, что все эти кресла в этой области, они раскладываются, чтобы превратиться в кресло-реклайнер. И затем, когда вы едете по дороге, можете просто вытянуть ноги вверх и сидеть тут, расслабляясь, смотря мои видео на YouTube, попивая из своих бокалов шампанское, если это то, чем вы хотите заниматься. Но если кресло-реклайнер вас не интересует, вы можете удивиться, узнав, что дальнее заднее сидение с камью там сзади можно превратить в кровать. Если вы вытащите подголовники из дальнего заднего сидения и затем нажмете эту маленькую кнопку сбоку, то задний ряд сложится и станет полностью ровным. И теперь это кровать. Так вот, благодаря габаритам этого автомобиля, это не чрезвычайно широкая кровать, но вы можете там, например, свернуться или использовать ее как кровать для собаки или кровать для ребенка, или что-то такое, пока едете по улице. Хотя я подозреваю, что это не особо безопасно. И еще мы не закончили сидячими местами в этом микроавтобусе, потому что эти кресла вот здесь, самое желанное место. У всех кресел здесь, в этой области, выдвигается поддержка для ног, чтобы вы могли сидеть в этом полулежачем положении. Но у этих двух кресел вот в этом месте также откидывается спинка, так что вы можете прямо лечь и как бы расслабиться, пока вас везут. И у них есть кнопка массажа. Вы его включаете, и включается массажное сидение. И у них есть кнопка подогрева сидений, так что вы можете включить его, и включится еще и подогрев сидений, пока вы играете в PlayStation сзади вашего микроавтобуса. Еще одно преимущество сидений в этом микроавтобусе, тот факт, что кожа очень-очень мягкая. Нехреновая жесткая кожа, какую вы получите в некоторых люксовых машинах, но просто чудесная, мягкая, приятная, роскошная кожа, какую вы и ожидаете от высококлассного микроавтобуса, я полагаю. Больше интересных вещей сзади. Одна тот факт, что я могу тут сзади стоять в полный рост. Я метр восемьдесят пять, и я упомянул это, чтобы дать вам представление. Я могу стоять полностью прямо, моя голова совсем чуточку касается потолка. Но если вы ростом метр семьдесят, метр восемьдесят, вы без проблем можете стоять полностью прямо сзади этой тачки. Чего вы не скажете практически ни про какой другой микроавтобус. Далее я хочу вернуться к ситуации со стаканами и напитками в этом микроавтобусе. А именно я хочу поговорить о том факте, что в этой как бы области бара рядом с бокалами для шампанского также находится лоток для льда, чтобы вы могли поставить бутылку шампанского на лед. И некоторые держатели стаканов в этом микроавтобусе на самом деле не обычные держатели стаканов, а держатели бутылки шампанского. Так что вы можете возить вашу бутылку, наливать из нее в свой бокал для шампанского и хранить его здесь, и поставить отдельный стакан сюда. И просто конца нет местам для напитков в этом автомобиле, так что вы можете хорошо проводить время, пока вас везут по дороге. Другая интересная вещь в этом микроавтобусе тот факт, что тут повсюду есть задние розетки для зарядки. Я насчитал семь различных USB портов тут сзади, если вы хотите заряжать свои различные устройства. Здесь также есть две домашние электрические розетки тут сзади, так что теоретически вы можете подключить сетевые фильтры и получить еще десятки портов для зарядки, если захотите. И здесь даже есть HDMI порт, так что если вы не хотите играть в PlayStation 4 и хотите подключить другую приставку, подключите ее там, и тогда вы сможете играть во все, что захотите, сколько вашей душе угодно. Им тут просто числа нет. Еще одна интересная вещь в этом микроавтобусе — это окна. Они не открываются, и они сильно-сильно затонированы. Это для защиты от жары, а также, чтобы дать вам немного приватности, так как если вы в этой тачке, то, вероятно, вы знаменитость или какого-то рода руководитель. Одна крутая вещь, которая мне нравится в этих окнах — то, что в них есть шторки. Это такая шторка, которая остается в точности там, где вы ее оставили, так что вы можете задвинуть ее именно туда, куда хотите, и она останется на месте, пока вас везут по дороге. Одна интересная вещь с окнами в этом микроавтобусе. Тут есть окно для аварийного выхода, так что если ваш водитель пытается вас похитить, и вы не можете разобраться, как выбраться, и вы напуганы, и вы какой-то богатый руководитель, и он собирается куда-то увезти вас и удерживать ради выкупа, вы можете выбраться через окно аварийного выхода. Конечно же, вы также можете воспользоваться этим окном, если, знаете, дверь сломается или что-то такое. И интересные фишки и особенности этого микроавтобуса продолжаются спереди. А именно, спереди вы обнаружите второй экран, который дублирует тот экран, который находится сзади, и вы можете использовать эти передние органы управления и переключатели, чтобы перехватить управление тем, что происходит сзади. Так что, если вы ведете эту тачку в качестве, например, автобуса для вечеринки, и люди сзади чересчур разошлись, вы можете поменять, например, как громко они выкрутили звук или такого рода вещи. Один интересный секрет этого микроавтобуса, что если вы заглянете за сиденье, вы также можете обнаружить вот этот маленький провод, на конце которого есть переключатель. Этот переключатель отключает питание всех этих крутых дополнительных люксовых систем микроавтобуса. Поэтому, если вас действительно достали ваши пассажиры, когда вы едете, вы можете щелкнуть этим переключателем, и все выключится. И больше никто не сможет веселиться. Другая интересная вещь тут сзади, тот факт, что звездная отделка потолка продолжается в переднем пассажирском отсеке микроавтобуса. Хоть она, очевидно, предназначена для развлечения задних пассажиров, так как это они тратят деньги, водитель тоже сможет увидеть всякие красивые звездные цвета, и это немного усилит впечатление. К сожалению, водителю понадобится гораздо больше, чем эта звездная отделка потолка, чтобы улучшить впечатление от вождения, потому что это довольно голая версия спринтера. Вы можете заметить, как только взглянете на рулевое колесо, что тут с правой стороны пустая панель, где находились бы элементы управления мультимедийной системой. Тут также есть ряд пустых переключателей позади рулевого колеса справа. И в середине тут больше пустых переключателей, чем самих рабочих переключателей на центральной контрольной панели. Более того, также в середине находится этот пластиковый стояночный тормоз. И это должно быть самый дешевый, самый, самый хреновый стояночный тормоз, который вы когда-либо увидите в автомобиле за 200 тысяч долларов. Вы можете ясно понять, если проведете здесь некоторое время, что все деньги потратили сзади. Два интересных размещения всяких вещей в этом микроавтобусе. Первое у лючка бензобака, который причудливо размещен с водительской стороны, прямо позади водительской передней двери. И если вы откроете водительскую переднюю дверь, то получите доступ к лючку бензобака. Это может показаться странным местом, и так оно и есть, но причина, по которой они его там разместили, в том, что они продают версии спринтера, которые можно превратить, например, в пикапы или машины скорой помощи. И это потребует перемещения лючка бензобака и самого бензобака каждый раз, когда вы переделываете спринтер под различные типы кузова. Но разместив лючок бензобака прямо у водительской двери, эта часть микроавтобуса не меняется вне зависимости от того, как вы изменяете заднюю часть микроавтобуса. Поэтому он всегда там. К сожалению, это делает заправки довольно сложными, потому что, по сути, вам нужно выходить прямо рядом с колонкой, чтобы заправиться, а вашей двери не всегда хватает проема. Не лучшее размещение, но вот так им пришлось сделать. Другое интересное размещение в этом микроавтобусе у камеры заднего хода, которая находится в зеркале заднего вида. Так что, когда вы сдаете назад в этом массивном микроавтобусе, все, что у вас есть, это малюсенькая камера, установленная в зеркале заднего вида. Но, по крайней мере, у нее относительно высокое разрешение, и, по крайней мере, тут есть камера заднего хода, которая просто необходима, потому что там, где заднее окно, находится телевизор, и поэтому в этом микроавтобусе на самом деле и нет заднего окна. Конечно же, если поднята перегородка, вы так далеко назад не посмотрите. Так что вам просто необходима камера, если вы собираетесь маневрировать в этой тачке. Далее вам, наверное, интересно, учитывая все эти навороты внутри этого микроавтобуса, что именно находится сзади. Мне вот определенно было любопытно, и ответ. Вы его открываете и обнаруживаете, что, ну, на самом деле тут не так уж и много всего. Тут так много доворотов в пассажирском отсеке, что они практически довели его до самого конца микроавтобуса. Так что тут сзади находится как бы задняя часть того телевизора, который обращен в пассажирский отсек. Но все же тут сзади есть пара интересных вещей, а именно тот факт, что тут есть немного места для вещей. Под этой областью сзади и между задней частью телевизора и дверьми, тут где-то 15-20 сантиметров, куда вы можете класть вещи, если вам просто необходимо получить больше места для вещей в вашем микроавтобусе. Одна вещь, которую я обожаю тут сзади, что тут есть рычаг, чтобы выбраться, если вы застряли в этом отсеке. Вы можете представить, каким кошмаром было бы застрять в этом отсеке без окон, которые всего 15 сантиметров в ширину. Вот это довольно-таки страшная мысль. Одна другая интересная вещь, которая мне нравится в спринтере, если вы закроете дверь, то можете заметить, что логотип Mercedes-Benz не закрывается вместе с дверью. Вместо этого он закрывается только вместе с внешней дверью. Так что вы всегда знаете, какую дверь закрыть первой, потому что это та, на которой нет логотипа Mercedes-Benz. И я думаю, это хитрое решение, и благодаря этому логотип Mercedes-Benz остается прямо посередине, когда люди позади вас. И, наконец, мы перемещаемся под капот гигантского спринтера. У вас есть 10 кожаных сидений, 25 держателей стаканов, 4 экрана. Все это огромное пространство. И это все приводится в движение 190-сильным дизельным V6. Конечно же, у него 450 ньютон-метров крутящего момента, но все равно я подозреваю, что эта тачка не выиграет никаких призов за свои ходовые характеристики. Итак, это были фишки и особенности спринтера. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Кликай по ссылке из описания под этим видео, чтобы перейти на автору и своими глазами посмотреть актуальные российские цены на микроавтобусы спринтера от Mercedes-Benz. Ладно, веду гигантский спринтер. И как видите, цвета позади меня переключаются, они в режиме микс. Это значит, что нижняя и верхняя часть могут немного отличаться во время прокрутки цветов. Первое впечатление, которое вы получаете, когда ведете эту тачку, то, что она огромная. Какой, конечно же, она и является. Она, правда, кажется домом на колесах, потому что вы сидите очень далеко спереди, так что вы, по сути, спереди автомобилей. Он просто огромный, он обладает динамикой езды, как у дома на колесах, посадкой, как в доме на колесах. Некоторые утверждают, что это и есть дом на колесах. Им часто пользуются в качестве базовой машины для многих домов на колесах и проектов индивидуализированных микроавтобусов. На удивление, немного шустрее, чем я ожидал. Я думал, он будет очень-очень медленным, и он медленный. Но не очень-очень медленный, он лучше, чем я думал. Этого достаточно. То есть вы же не ждете мощности от этого автомобиля. Его достаточно, чтобы он ехал и делал то, что от него требуется. Перевозил людей сзади. Здесь не происходит ничего особенно захватывающего или интересного. У вас все же замечательная высокая посадка, что приятно и полезно. И теперь... Забавно, что водитель тоже может ей управлять, поэтому не только задние пассажиры, если они хотят отгородиться от водителя, но если водителя просто достанут, то будет типа «до свидания». Знать вас не желаю. По правде говоря, он едет как большой микроавтобус. У вас посадка как в большом микроавтобусе. Честно говоря, на что он похож? Я водил кучу грузовых микроавтобусов за последние годы, и он кажется довольно похожим на них, честно говоря. И затем вы смотрите назад, и там эти безумные кожаные сиденья, цвета меняются и все такое. Но в основном он просто кажется большим микроавтобусом. Вы себя чувствуете как парень на пенсии в дорожном путешествии, и вы направляете в следующий парк домов на колесах в следующем городе, и вы там побудете несколько дней, несколько раз, хорошо поужинаете, и встретите всяких приятных ребят. Итак, это нелепо индивидуализированный Mercedes-Benz Sprinter. Если вы хотите люксовый автомобиль, ну, это люксовый автомобиль, вы по сути можете индивидуализировать эти тачки как вам только захочется. Я обычно не обозреваю автомобили как этот, но я просто не смог пропустить возможность увидеть, что вы получите, когда вы потратите 200 тысяч на микроавтобус. И теперь пора оценить индивидуализированный спринтер по шкале Дага. Начиная с выходных категории стайлинга, это микроавтобус. Он выглядит как микроавтобус, и он не привлекательный. Но он и не жуткий, но больше чем на 2 из 10 он не потянет. Ускорение слабое, он получает 1 из 10. Управляемость размытая, медленная, разболтанная, все плохо, но не опасно, и он получает 2 из 10. Фактор веселья низкий для водителя, но высокий для тех, кто сзади, так что мы пойдем на компромисс и дадим ему 5 из 10. Фактор крутости то же самое. Этим дорогим спринтерам далеко до экзотических машин в плане крутости, но они довольно занятные, и он получает 5 из 10, дворя итоговую выходную оценку до 15 из 50. Далее, повседневные категории функций. Спринтер нафарширован всякими наворотами, хотя ему не хватает типичных водительских функций, как предупреждение лобового столкновения и прочего, и он получает 8 из 10. Комфорт в порядке, спереди и потрясающий сзади, и он получает 9 из 10. Качество то же самое, сзади все очень здоровское, но посредственное спереди, он получает 7 из 10. Практичность высокая, вы можете со стилем привозить много людей, и он заслуживает высокой оценки, но им очень трудно маневрировать, он огромный, и он не уместится во многих гаражах, и это снижает оценку до 9 из 10. Наконец, стоимость этой тачки нафарширована, но это также и сумасшедшие деньги, и это трудно оправдать, он получает 5 из 10, дворя итоговую повседневную оценку до 38 из 50. Складываем вместе оценку по шкале Дага 53 из 100. Я никогда не обозревал никакие другие большие микроавтобусы, так что вот он в сравнении с некоторыми другими безумными машинами, которые я обозревал. По-видимому, он обходит Кунташ. Ну что ж, это хоть что-то, я полагаю. Перевод и озвучка от студии Экзосфера.